Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтыри царя Давида «Помяне Господи, царя Давида и всю кротость его». И сегодня мы будем читать 36-й псалом царя Давида, который в еврейской, греческой и в латинской Библии имеет надписание, что это псалом Давида. Из 25-го стиха видно, что псалом был написан в старости царя Давида, и этот псалом предоставляет научение, которое предлагается каждому человеку для духовного руководства его жизнью. И мы читаем начало этого псалма. «Не ревнуй лукавым и не завидуй делающим беззаконие». Давайте посмотрим, как это будет по Массоре. «От Давида не соревнуй злодеям, не завидуй делающим неправедное». То есть нам не надо соревноваться со злодеями, с лукавыми в их лукавстве и в их злодействе, и не надо завидовать делающим беззаконие. То есть, когда человек впадает в состояние греха, мы не должны испытывать никакой зависти. Напротив, мы должны ужасаться тому, что кто-то впадает в какой-то грех, а не поревновать этому человеку в его падение. Кстати, такое оно совершается. «Ибо они, как трава, скоро засохнут, и как зеленый злак, скоро опадут». То есть, любой грех, любой грех, он, как я часто говорю, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. И вот здесь мы с вами прочитали, что они, как трава, скоро засохнут, и как зеленый злак. «Зеленый злак» имеется в виду зеленые огородные овощи, дословно с греческого. «Зеленые огородные овощи». «Скоро отпадут». «Уповай на Господа», то есть в противоположность вот тем, которые завидуют грешникам в их грехах. «Уповай на Господа и делай добро, и населяй землю, то есть плодись и размножайся, и воспользуешься богатством ее». То есть упосевшийся, по-славянски, упосевшийся. Многие богатые, они не могут воспользоваться своими богатствами, во-первых, потому что их слишком много, этих богатств. И большая часть их богатства остаются другим людям уже после их смерти, когда происходит как бы вот раздербанивание этих богатств разными людьми, зачастую даже не родственниками, а совсем посторонними людьми. А праведный, который идет стезями божьих заповедей, он сможет воспользоваться благами земной жизни и богатствами ее, и главное — насладиться богатствами жизни небесной, жизни вечной. «Утешайся Господом», то есть не грехами, пороками, беззакониями, которые приносят крайнюю форму беспокойства в нашу жизнь, а утешаться надо верой в Бога. «И Он для тебя исполнит прошение сердца твоего». То есть Господь читает наше сердце как некую книгу, и Он знает, какие есть прошения в нашем сердце. «Открой Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит». Что значит «открой Господу путь свой». То есть возложи на Него надежду и доверь Ему свою жизнь. То есть открой дверь своего сердца, прими Господа свою жизнь, пусть Он войдет и действует в твоем сердце. Как сказано, «Верую вселиться Христу в сердца наше». Конечно, сердце человека — это не самое чистое место. Христос говорит, что из сердца исходит блуд, убийство, коварство и так далее. Но Христос сходил и во ад и обристал ад сияния божества. Значит, Он силен войти и в сердце каждого из нас и принести туда свет Евангелия. «Открой Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и судьбу твою, как полдень». То есть свет наиболее интенсивный, как раз в полдень для всех очевидную сделает как бы твою праведность Господь, и для всех будет очевидна награда за твою праведность. На этом настаивает Эфимий Зигабен в своем комментарии на Псалтырь. То есть Господь как в полдень освещает все более интенсивным образом, так и в жизни верующего человека Он всем явит его благочестие. «Покорись Господу и моли Его, не ревнуй преуспевающему в пути своем». А что значит «в пути своем»? Люди вообще разбрелись по путям своим, и мало кто ходит по путям Господним. То есть по стезям Божьих заповедей. «Не ревнуй преуспевающему в пути своем человеку, совершающему законопреступления». А в каком случае человек не совершает законопреступления? Когда он уходит с путей своих, с путей своих вожделений, своих желаний, и становится на путь стезю Господнюю. Многие идут по широкому и пространному пути человеческих страстей, гидронистических каких-то настроений. И совсем немногие идут по узкой тропе христианина, где люди стараются исполнять закон Божий, закон Христов. А ступить на этот путь можно при определенных условиях, на узкий путь. «Прекрати гнев и оставь ярость, не ревнуй в лукавстве», то есть не завидуй другим людям, перестань, зачем тебе это надо. Как правило, неприязненные отношения возникают между людьми одного цеха, если так можно сказать. Поэтому я по этому поводу часто говорю «Не верь монаху, который ругает соседний монастырь. Не верь архиерею, который злословит соседнюю епархию. Не верь миссионеру, который поливает грязью другого миссионера». Потому что когда ревность возникает в рамках одного цеха, совершенно очевидно, что здесь какая-то ревность, какая-то человеческая зависть, иначе трудно понять, чем это вообще может быть мотивировано. «Ибо лукавые истребятся, уповающие же на Господа, они наследуют землю». И как в комментарии блаженного Феофилакта говорится, наследуют не за гробом, не два метра в могиле, а уже эту землю, то есть в этой жизни, они будут получать особые божьи благословения. «И еще немного, и не будет грешника, и поищешь место его, и не найдешь». То есть пройдет какое-то незначительное время, и ничего от этих нечестивых не останется, и от главного нечестивца, от Антихриста, тоже ничего не останется. А кроткие наследуют землю, об этом говорится и в Евангелии от Матвея 5.5, в заповеди блаженств. И, собственно говоря, Христос как бы цитирует этот текст. «А кроткие наследуют землю и насладятся преизбытком мира». Что значит это «преизбыток мира»? Сказано, что Христос принес жизнь и жизнь с избытком, то есть с преизбытком. Что значит «жизнь с избытком», с преизбытком? Это не та куция жизнь, которую нам обещают атеисты. Живешь 50-60 лет, потом тебя закопают, вырастет лопух на могиле и будет доволен. Жизнь с избытком, с преизбытком – это жизнь, которая начинается в этой временной земной жизни, как жизнь во Христе и со Христом, и она уже никогда не прекращается. Наблюдаешь грешник за праведником и скрижешь на него зубами своими. То есть все это как бы лишено смысла, потому что Господь наблюдает за всеми, и в том числе за грешником, который наблюдает за праведником. «Господь же посмеется над ним», то есть над грешником, «ибо провидит, что придет день его». То есть для Господа наш первый вздох и наш последний выдох – это некая реальность. «Меч извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы не зложить убогого и нищего, умертвить правых сердцем. Меч их, да, войдет в сердца их, и лук их, да, сокрушится». То есть все зло, которое они злоумышляют на других, оно вернется к ним самим. И далее сказано, «Лучше малое достояние у праведника, чем великое богатство у грешников». Конечно, богатство – это некая сила, но богатый грешник, имеющий много всего, это сила греха, то есть его богатство никак не служит божественной праведности, и он как бы этим богатством умножает свое наказание, потому что средства позволяют ему впадать во всевозможные грехи. Поэтому лучше малое достояние, но которым человек служит Богу, чем великое богатство, которое впагубу самому грешнику, имеющему это богатство. «Ибо мышцы грешников сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Знает Господь о пути непорочных, и наследие их век прибудет». То есть память праведника, она из рода в род. «Не постыдятся они в бедственное время, и во дни голода будут насыщены. Напротив, грешники погибнут». Действительно, верующие люди выживают иногда в самых экстремальных условиях. Например, наши священники, которые во время блокады Ленинграда получали карточки иждивенцев, они выживали, потому что Господь заботился о них через верующих людей, и верующие выживали, потому что верующие имеют надежду на спасение, которое вскоре придет от Бога. И верующие знают, что Господь никогда не посылает испытаний сверх наших сил. А неверующие, он не имеет надежду в депрессивном состоянии, поэтому его гибель и от голода, и от несчастья ускоряется. «Враги же Господни во время прославления и превозношения их исчезли, как дым исчезли». То есть они исчезают во время их прославления. Как сказано о царстве Антихриста, что все будут говорить «мир и безопасность», «мир и безопасность», и внезапно постигнет их пагуба. И мы помним, как описана гибель Ирода, Антипы, который сидел на троне и стал величаться, весь в драгоценных одеждах, и все кричали, «Он как Бог, как Бог!» И у него кровь потекла из носа, изо рта, из ушей, и он упал с этого трона, то есть в момент собственного превозношения. Был такой патриарх Костенопольский, насколько я помню, это Филарет Милостивый, который, когда взошел на эту кафедру, он сказал, чтобы два гробовщика делали для него гроб. И делали очень так медленно. И чтобы каждый большой праздник, когда всякие патхалимы начинают величать патриарха, они бы заходили беспрепятственно в его палату, подходили бы поближе к нему и говорили бы, «Патриарх, твой гроб готовится, помни об этом, мы стараемся», и уходили бы. И вот это напоминание на каждом празднике, на каждой праздничной трапезе, может быть, помогло этому человеку действительно стать милостивым и святым. Враги же Господни во время прославления и превозношения их исчезли, как дым исчезли. А занимает грешник и не возвращает, а праведный щедро дает. То есть, если грешник берет займы и не возвращает, а праведный в противоположность ему дают взаимы и не каждый раз он ожидает возвращения этого долга. И благословляющие его наследуют землю, проклинающие же его истребятся. Нечто подобное сказано об Аврааме. Те, которые тебя благословляют, будут благословенны, те, которые тебя проклянут, будут прокляты. Господом стопы человека направляются. А в каком смысле Господом? Давид объясняет. Закон твой светильник для ноги моей. И он, то есть Господь, весьма благоволит к пути его, когда он праведный сам на путях Господних. Когда он падет, берущие тоже падают, впадают в какие-то грехи, не разобьется, ибо Господь подкрепляет руку его. Ну, как и сказано, праведник семь раз падает, семь раз подымается. «Юнейшим я был и вот состарился» Вот этот самый 25 стих, где мы видим, что Давид писал в старости этот псалом. «Юнейшим я был и вот состарился, но не видел праведника покинутым и потомства его просящим хлеба». Ну, есть даже такая пословица, ни один экскубиску не умер с пустой миской, то есть ни один благословляющий не остается без куска хлеба. И Давид свидетельствует, что вот он дожил до старых лет от юности, но не видел праведника покинутым и потомства его просящим хлеба. А, при чем тут потомство? Может быть, оно неправедное. Но мы знаем, что благословение праведника на тысячи родов, а проклятие греха только до третьего, четвертого рода. «Всякий день жалеет и взаём даёт праведный. Жалеет не деньги, а жалеет людей, поэтому и помогает им заёмам. И потомство его благословено будет, потому что перед лицом его праведности они вырастают с таким благочестивым примером перед глазами, значит, они будут ему подорожать. «Уклоняйся от зла и делай добро, и поживёшь век века, ибо Господь любит правосудие и не оставит преподобных своих во веки сохраняться они, беззаконники же, будут изгнаны, и потомство нечестивых будет истреблено». Ну, опять же, до третьего, четвёртого рода наказание потомству нечестивых, а потом, если среди них появится праведник, то он принесёт благословение этим людям. «А праведники наследуют землю» Это имеется в виду не просто земля, а земля живых, то есть Царство Небесное. «А праведники наследуют землю и вселются на ней во век века». То есть во век века имеется в виду земля живых или Царствие Божие. «Уста праведного будут поучаться премудрости», то есть даже в вечности мы будем поучаться премудрости, и язык его произнесёт правду. «Закон Бога его в сердце у него и не запнутся стопы его». То есть когда закон Божий проник не только в твоё сознание, но и в твоё сердце, в мир твоих чувств и контролирует их, то ты, конечно, не запнёшься ногами своими на своих путях. Грешник подсматривает за праведником и ищет «Умертвите его!» Почему? Потому что праведный самим своим существованием бросает вызов грешнику, и грешникам им вообще очень тяжело видеть рядом с собою праведных. Но Господь не оставит его, то есть праведного в руках его, то есть грешника, и не осудит его, когда будет судить его. То есть Господь не осудит праведного, как грешника. Уповай на Господа и храни пути его, и он возвысит тебя, чтобы наследовать землю, и ты увидишь, когда будут истребляемы грешники. То есть это будет происходить и перед нашими глазами. А когда будут истребляемы грешники? Когда на страшном суде Господь им скажет идите проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Видел я нечестивца, вот скорее всего это как раз образ антихриста, видел видел я нечестивца, превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские. Кедры ливанские это очень прямое дерево, то есть этот последний нечестивец, антихрист, будет очень гордо держаться на своих ногах. И прошел я мимо, и вот его нет и не станет антихриста, когда Христос убьет его дыханием своих, и искал его, и не нашлось места его. Эта тема уже повторяется. Храни незлобе и наблюдай правоту, ибо есть будущность у человека мирного. То есть будущее есть у человека мирного, а не у человека а агрессивного. Вот здесь в этом псаломе чувствуется, что это действительно говорит старец, то есть Давид на склоне лет своих. о чем свидетельствует 25 стих этого псалма, что он уже в годах. Беззаконники же все будут истреблены, останки нечестивых погибнут. То есть не только они, но их останки будут истреблены. А спасение праведных от Господа. Вот интересный акцент. Спасение праведных не от праведности их, а от Господа, потому что любая человеческая праведность она пассивна по отношению к праведности Господней, которая всегда активна. Наша праведность она несовершенна, поэтому сказано о спасении праведных от Господа, так же, как и спасение раскаившихся грешников от Господа, и он защитит их во время скорби. Время скорби это времена Антихриста и поможет им Господь и спасет их и избавит их от грешников, то есть от слуг Антихриста и сохранит их, ибо они уповали на Него. Будем и мы уповать на Господа, тогда и он сохранит нас. Господа, Продолжение следует...